Москва. 28 июля 2009 года. Ресторан «Тайский слон» на Каширском шоссе. В 19 часов 50 минут из ресторана вышел мужчина. Обычной внешности, худой, невысокого роста. Неожиданно раздались выстрелы. Человек вздрогнул и начал оседать. Находившиеся рядом люди подхватили раненого под руки и занесли внутрь помещения. Врачи скорой помощи констатировали сквозное ранение брюшной полости. Тонкий кишечник поврежден в пяти местах. Тогда мало кто знал, что потерпевшим окажется человек, чей образ многим внушал ужас. Его имя стало легендой, а биография легла в основу десятка книг и журналистских повествований. Криминальный авторитет, глава воровского мира, крестный отец русской мафии, Вячеслав Иваньков. Он же Япончик. Он же Слава Японец. Он же Ассирийский зять. Он же дед. Новость мгновенно облетела все средства массовой информации. На известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова совершено дерзкое покушение. Как позже установило следствие, неизвестный стрелял в Япончика из снайперской винтовки Драгунова, укрывшись в кузове, припаркованной напротив ресторана «Газель». Иванькова доставили в Боткинскую больницу, которая сразу же была взята под охрану сотрудниками милиции. Врачи оценили состояние пациента как крайне тяжелое. Через некоторое время после проведенной операции у Иванькова отказали печень и почки. Он пережил клиническую смерть и находился в коме. В начале октября 2009 года появилась информация, что состояние больного начало улучшаться. И он ненадолго пришел в сознание. Никто не знает, о чем в тот момент думал или вспоминал Вячеслав Иваньков. Информация к размышлению. Вячеслав Иваньков, кличка Япончик. Год рождения 1940-й. Вор в законе. Коронован в 1974 году в Бутырской тюрьме. По данным российского МВД, являлся лидером славянских криминальных группировок страны. ФБР США считала Иванькова крестным отцом русской мафии во всем мире. По информации МВД, за последние 30 лет Вячеслав Иваньков прошел путь от боевика в банде вора в законе по кличке Монгол до главы воровского сообщества России. Четырежды судим. В СССР самый крупный свой срок, 10 лет, отбывал в Тулуне, Иркутской области. В США был осужден за вымогательство на 9 лет и 7 месяцев. 14 июля 2004 года депортировано с Соединенных Штатов. Согласно личному желанию, Иванькова доставлен в Россию, где был обвинен в убийстве, но вскоре оправдан. За всю свою жизнь единственное телевизионное интервью дал телекомпании совершенно секретно. Я не знаю, какая организованная преступность и что там есть. Какая организованная преступность. Мне трудно судить. Мне трудно судить. Я не являюсь специалистом по какой-то организованной преступности, по какой бы то не было вообще. В Советском Союзе организованной преступности не было. Такова была официальная точка зрения МВД. Но скрыть появление в Москве жестокой и неуловимой банды под предводительством Гены Корькова, вора в законе по кличке Монгол, все же не удалось. Слухи приписывали Корькову и его бригаде самые жестокие убийства и грабежи. Именно в этой банде Вячеслав Иваньков начал постигать свои первые криминальные университеты. В 70-м году Иванькова исполнилось 30 лет. Он закончил цирковое училище по специальности акробат, был отлично подготовлен физически, занимался боксом. Сначала это было просто рекет. Находили богатенького человека, его грабили, ставили на счетчик, ставили на деньги. Потому что он преступник, он не пойдет заявлять. Он не пойдет заявлять. То же самое было, когда, помните, преступление возле березок. Возле березок обмен чеков. Чеки, допустим, на рубли. Валюта на рубли. Оперативники МВД рассказывали, что именно Иваньков предлагал искать потенциальных жертв из числа подпольных миллионеров, работников торговли, собирателей антиквариата и богатых цеховиков. Особенно несговорчивых бандиты вывозили за город, где заживо клали в гроб, закрывали крышку и начинали заколачивать гвозди. Все это происходило возле заброшенных кладбищ. Жутковатая театральная постановка заставляла любого развязать свой язык и кошелек. Но, как правило, такие потерпевшие после налета или грабежа в милицию не обращались. Человек вроде бы сам совершает преступление. И вот они тоже влезали в эти сделки, зная, что они не пойдут в заявление в милицию. Потому что они сами совершают какое-то право наружу. Ну, преступление совершают. И поэтому постепенно они поняли, что на этих людях, которые занимаются не совсем легальным делом, можно зарабатывать хорошие деньги. И они стали зарабатывать эти хорошие большие деньги. Монгол разглядел в Иванькове незаурядный криминальный талант. Молодой япончик считался прекрасным психологом. Всегда был вежлив и обходителен с дамами. Не пил и не курил. Но когда надо, становился фантастически упрямым и патологически жестоким. Так характеризовали его оперативники МВД. Они поражались хитрости и изобретательности япончика. Он неординарная личность. Он человек очень способный. Он человек, если говорить о том, что он в законе и так далее, как говорят обвинения. Он очень начитан, он интересен. Да, у него внешность сильного человека такого, да. Он может посмотреть так, что как-то подумаешь о том, что лучше ему не перечить. Это я видел в его взгляде, в его в львом сильном лице. Говорят, что свое криминальное прозвище Иваньков получил не за раскосый разрез глаз, а за успехи в японской борьбе джиу-джитсу. Скоро вся страна узнала его под этой кличкой. Япончик. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. В 1972 году оперативники Мура арестовали костяк банды Монгола. Иванькова им поймать не удалось. Япончик имел к тому времени лишь одну судимость – заквартирную кражу. И медицинский диагноз – хроническая шизофрения, поставленная врачами психиатрической больницы имени Кащенко в 1965 году. К моменту ареста Геннадия Корькова и его группировки Вячеслав Иваньков был богат и уважаем в преступном мире. Монгол отправился в зону, а Япончик стал криминальным королем Москвы. Его правой рукой был молодой коммуникабельный грузинский предприниматель Атари Квантришвили. Дружеские отношения они сохранили на долгие годы. Но в 1994 году Атари был убит. Другое дело, что он кого-то не устроил или не устраивал. И, может быть, он уже прогрессировал в каком-то своем росте, может быть, уже интересовался политикой, стал неугоден. Поэтому и был уничтожен. Я не хочу называть фамилии, хотя я представляю, кто это сделал. В 1973 году в Муре завели специальное агентурное дело по оперативному наблюдению за группировкой Япончика. Иваньков проходил под псевдонимом «Наглец». Его знала уже вся Москва. На входе в любимый им ресторан «Русь» оркестр играл «Славься». Именно здесь произошло событие, изменившее всю дальнейшую жизнь Япончика. В марте 1974 года Иваньков с друзьями ужинал в ресторане. За соседним столиком сидел грузинский вор в законе Гога Тбилисский. Неожиданно он встал, подошел к девушке, которая танцевала с Иваньковым, и словно шпильку воткнул ей в прическу 100-рублевую купюру. Началась драка, затем стрельба. У Япончика оружия не было, и доподлинно известно, что сам он в Гогу Тбилисского не стрелял. Но Иванькова все же арестовали. Он впервые оказался в бутырке. В тюрьме он пробыл всего полгода, и 18 ноября 1974-го вышел на свободу, но уже совсем в другом качестве. В 34 года Вячеслав Иваньков стал самым молодым и самым знаменитым вором в законе, белой костью преступного мира. Коронация произошла именно в бутырской тюрьме. Вор в законе, или человек, который исповедует эти законы, который пытается жить по этим законам, он не имел права иметь семью, он не имел права работать, он не имел права иметь постоянное место жительства, он не имел права иметь какую-то собственность. Ну а то, что не имел права контактировать с правоохранительными органами, не имел права встречаться, будем так говорить, с представителями власти, с органами власти, это само собой разумеется. Институт воров в законе мог родиться только в системе советских тюрьм. Но и сейчас, как и в то время, тюрьмы делятся на розовые, красные и черные. В черных зонах правят воры и авторитеты. В красных администрация. В розовых процветает стукачество, и тюремным начальникам очень выгодно таким образом держать под контролем свой контингент убийц, воров и насильников. Вообще-то движение воров в законе, оно было инициировано органами НКВД, для того, чтобы держать в повиновении массы политических заключенных в зонах. Это было выгодно, это было удобно. Уголовникам, уголовникам отравилась роль, как бы внутреннего контроля, внутреннего надзора. И методы, которые они применяли, они были достаточно жестокими. Это беспредел, это запугивание, это террор. После принятия воровской клятвы, Иваньков развелся с женой, представительницей знатной ассирийской семьи. Но продолжал поддерживать отношения с ней и двумя сыновьями, Эдуардом и Геннадием. Вознесение на вершину криминальной иерархии сделало Иванькова неприкасаемым. По воровским законам ему нельзя было нанести оскорбление и тем более убить. С 1974 года япончик контролировал денежный общак, воровскую казну, куда отчисляли деньги все подконтрольные ему группировки. В это же время МВД и КГБ пытались провести вербовку среди лидеров преступного мира, надеясь привлечь их в свою оперативную агентуру. Но игра чаще всего шла по воровским правилам. Чаще всего получилось так, что мы, оказывается, играли на них. То есть они давали информацию на своих конкурентов, цветную информацию, правдивую информацию. Мы ее реализовывали, убирали какого-то его конкурента. Арестовывали, изымали, что-то такое, сажали в тюрьму. Вот. Происходил другой авторитет, давал другому оперативному подразделению аналогичную информацию, подобную информацию, против его конкурентов. И происходило так, что они воевали между собой нашими руками. По мнению сотрудников МВД, Вячеслав Иваньков был настолько одержим воровской идеей, что даже имея 100-200 тысяч рублей наличными, мог пойти на самое мелкое преступление. В 1976 году на Петровку поступило заявление от театрального администратора, который обвинял япончиков в вымогательстве автомашины и 2000 рублей. Встреча была назначена на 9 часов вечера 15 июня у Театра Советской Армии. Оперативники блокировали площадь. Япончик сразу заметил слежку и пытался уйти от погони на автомобиле. Завязалась перестрелка. Правда, почему-то гильз впоследствии никто так и не нашел. Или же не хотел искать. Свидетелей тоже не оказалось. А Иванькова не поймали. Брошенную им машину нашли в районе Новослободской улицы. Там было очень интересное, такое полудетективное дело. Его пытались задерживать. Он отстреливался якобы. Умчался на одном колесе. Из четырех колес, три было пробито пулями задерживающими. Но все-таки он удрал. Япончика задержали 5 октября 1976 года в центре Москвы и для начала припроводили в Институт Сербского. Здесь выяснилось, что Иваньков страдает шизофренией, как и в далеком 65-м. Япончик сразу заявил, что он симулировал заболевание. Для вора в законе такого ранга лечиться в психушке оскорбительно. Но в медицинской палате Института судебной психиатрии он провел целый год. К этому времени обвинение чудесным образом развалилось, и Иваньков вышел на свободу прямо из зала суда. При коммунистическом режиме я находился и в психиатрических заведениях, то есть это крытые тюрьмы, это спецбольницы. То есть я прошел все виды карательной медицины. Я был в гулаговских застенках, по-другому их не назовешь. В конце 1981 года япончиков все-таки посадили, причем надолго. Вячеслава Иванькова обвинили в вымогательстве, грабеже и нанесении тяжких телесных повреждений. Суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения. Широкой огласки это дело не получило, так как по нему проходили несколько спортсменов, входивших в сборную СССР на Московской Олимпиаде 80. Иваньков был отправлен в Тулун. Эта тюрьма в Иркутской области отличалась особой строгостью. Но япончик прибыл туда уже как признанный воровской авторитет. Ему это давало положение в зоне, положение в тюрьме. И он выступал как третейский судья. Как третейский судья даже между сидельцами зоны и администрацией. На зоне япончик, доказывая свою власть и отстаивая воровской кодекс, успел отличиться дважды. За что и был судим уже в Тулунской тюрьме. Сначала он ударил заточкой заключенного, затем разбил табуретку о голову надзирателя, порвавшего на глазах Иванькова письмо от матери. Он не мог простить. И так получилось, что они встретились в больничке. И появился этот человек, который, так сказать, вызывал у него отнюдь не симпатию в связи с тем, что он сделал. И он, имеющий табуретку, ударил его по голове. Вот такой конфликт. Богатая криминальная биография Вячеслава Иванькова КГБ СССР заинтересовался еще в 1980 году. У Лубянки был свой подход к элите воровского сообщества. На япончика просто не могли не обратить внимания. Первая попытка контакта была сделана в 1983 году. Я не могу оценивать работу Лубянки, как она играла с ворами в Закоме. Но время от времени, будем так, просьбы, звонки оттуда раздавались. Не заниматься этим, не заниматься другим. И тогда раздавались такие звонки. И они играли еще более глубоко, конечно. И они прорабатывали схемы, экономические схемы уже. Под флагом защиты экономических интересов. Представители КГБ посетили япончиков в Тулуне после громкой кражи в Москве. Был совершен дерзкий налет на квартиру Мстислава Ростроповича. Иванькову предложили дать информацию о предполагаемых преступниках. Взамен офицера КГБ предложили сократить срок заключения. К нему пришел ответственный работник КГБ. Говорит, вот поднимаешь, в чем дело. Дано указание, чтобы это преступление было раскрыто, потому что это политика. Сделка. У нас нет официальной сделки. И тогда ее не было, и сейчас. Стаешь воров, которые взяли в эти квартиры, раскрывается преступление, мы ограничимся теми 8-9 месяцами, в которых ты находишься. Вот нас интересует это. Значит, разговор затянулся за полночь. Вячеслав Кириллович говорит, я не могу сдать этих людей. И когда уже он достал Вячеслава Кирилловича, и все, он уже почти спал, он говорит, ну что же, говорит, господин генерал, теперь, говорит, вы будете разговаривать не со мной, вы будете разговаривать с другими. Он говорит, с кем? Нас двое-двое в камере. Он достает ботинок и ставит между им с собой на стол. Вот сперзает с ботинком. Генерал выскакивает из камеры, а Вячеслав Иваньков получает 14 лет. За годы, проведенные в Тулунской тюрьме, Иваньков совершил около 70 нарушений режима. Он не работал, не выполнял требования администрации, постоянно попадал в карцер. В Москве тем временем происходили весьма странные события. Кто-то явно считал, что Япончик гораздо полезнее на свободе. Подробности кампании по его досрочному освобождению до сих пор окутаны тайной. Когда уже сказали, что, значит, уже там надо было, могла быть какая-то опасность. Сказали, кто может вообще с чеченцами разобраться, кто может быть вообще здесь Москву поставить на место. И человек, которого нет в живых сейчас, очень авторитетный человек, с мировым именем, он сказал, что есть такой человек. Вот он сидит там-то. И тогда, значит, Ельцин обратил внимание, точнее говоря, Ельцин, сказали, что есть такой человек, который мог бы вести порядок. И вот тогда в Москве появился Вячеслав Кириллович, потому что он нужен был, и он мог тогда сделать все это. На его счету очень много уголовных подвигов. Доказана из них небольшая часть, наверное, меньшая часть, можно так сказать. Освободился он за крупную взятку, насколько мне известно. Взятка эта прошла на очень высоком уровне, вплоть до Верховного суда СССР, насколько известно нам это было. На осуществление операции по освобождению Япончика были брошены крупные силы. В Верховный совет десятками направлялись протесты и жалобы на необоснованно суровое наказание, вынесенное чуть ли не узнику совести. Прошение о досрочном освобождении Вячеслава Иванькова писали правозащитники, депутаты, политики, артисты, врачи и спортсмены. Действительно, это было, потому что его супруга ко мне пришла и сказала, что вот ее муж уже отсидел достаточно большой срок, и у нее болеет сын, она сама болела каким-то заболеванием, по-моему, гинекологического характера. И что, может быть, все-таки рассмотрит суд повторно его дело. Если он вел себя нормально, может быть, действительно, его тогда освободят, чтобы не развалилась семья. 5 января 1991 года Вячеслав Иваньков был выпущен на свободу по личному решению заместителя председателя Верховного Суда СССР Анатолия Меркушева. Когда его освобождали, там наехало 500-700 человек, воры со всей страны. Его сопровождали вертолеты, оперативников, машины. Я это, там, в Иркутске, там все вокзалы, все аэропорты были, все там все блокилось, там вообще было то ли национальное бедствие, то ли чрезвычайная ситуация. Все были подняты на уши, приехали оперативники из Москвы, с Иркутска, вертолет в машину сопровождал, когда он уезжал. В Москве Иванькова встречали как героя. Ресторан-гостиница «Метрополь» гулял всю ночь. Банкет обошелся устроителям более чем в полмиллиона долларов. На поклон к освобожденному Япончику в тот вечер съехался весь столичный Бомонт. Народные артисты с удовольствием встречались с ними, с удовольствием пели на их сходниках или на их днях рождения. Они общались с семьями, они общались непосредственно, один на один. Для тех и для других это вроде было бы как бы щекотало нервы. Появление Япончика в Москве ознаменовалось резким обострением отношений между славянскими и чеченскими преступными группировками. Вероятно, спецслужбам было выгодно чужими руками расчистить криминальный мир. Одна банда перестрелила другую, ну, черт с ним. Меньше будет, меньше проблем будет. Хотя это преступление. Если можно было бы предотвратить, мы бы, конечно, выставились бы, собрали бы трупы, задержали бы кто-то, кто это совершил. Но оценка была именно такой. Волки друг друга перегрызли. 1991 год. Год криминального передела. Кавказские банды резко сдали свои позиции. Их место заняли объединившиеся в одну команду славянские преступные кланы. Крупные финансово-промышленные группы срочно меняли своих покровителей, так называемую крышу. В Москве установился новый порядок. К концу 91-го рухнула не только страна. Перестроился и весь советский преступный мир. Спецслужбы внимательно следили за переделом криминального сообщества. Миссия Япончика была выполнена. Заново поделенный город жил теперь по другим законам. Так и Ванькова использовали впервые. Впрочем, может быть, сам он об этом не знал. Он, когда разобрался, он понял, что он попал в такую миссию, в такую кашу, где там жили. И он вставал и не знал, доживет он до вечера или нет. Поэтому было трудное, но правильное решение уехать. Он хотел начать новую жизнь. Он от всего устал от этого. Летом 92-го года Вячеслав Иваньков покинул Россию. Скорее всего, это было самостоятельное решение. Но ему могли и намекнуть, что его считают лишним на криминальной карте страны. Информация, что убийство Япончика уже заказано, поступила в спецслужбы осенью 91-го. Но КГБ и МВД действовали сами по себе. Оперативники МУРа установили наблюдение за 117-м отделением милиции, куда Иваньков, когда срочно освобожденный, должен был приходить отмечаться. Но Япончик там даже не появился. Столичные милиционеры сразу объявили его в международный розыск. Практически тут же выяснилось, что Иваньков каким-то образом прописался в маленькой деревеньке Веселовского района Ростовской области. У оперативников появились подозрения, что Япончика кто-то специально прячет. Лубянка же на контакт с МВД не шла. Сотрудники КГБ СССР лишь скупо поделились информацией, что высокопоставленный сотрудник ЦРУ США запросил у них досье Иванькова. А дальше состоялось стремительное, почти сказочное исчезновение короля преступного мира. В марте 92-го он оказался в Германии, а еще через две недели в Америке. В Шереметьево-2, как память о нем, осталась таможенная декларация. Иваньков при выезде из страны имел при себе 130 долларов, золотое кольцо и кресло. Каким образом человеку с непогашенной судимостью и поддельным паспортом удалось пересечь три границы, до сих пор загадка. Он уехал туда по подложным документам, ни больше, ни меньше, как оператор одной съемочной якобы группы. Вот это, кстати, тоже ведь пример коррупции. Кто ему выездные документы за грандпаспорт оформлял, значит, так. Тоже признак коррумпированности нашего государства. ФБР утверждало, что его документы были фальшивыми. Получается, что в 93-м году на это решили не обращать внимания. Но если верить версии об интересе к япончику со стороны ЦРУ, в США прекрасно знали, кто и зачем приехал в гости на Брайтон-Бич. Сначала был фильм, надо было прокомментировать. То есть это детская тематика. Позже были предложения поставить фильм на моей биографической основе. Потом, значит, поступило предложение о написании книги. Два предложения. Одно я отверг, одно принял. Вот, занимался написанием книги. На фоне стремительного и загадочного отъезда Иванькова в Соединенные Штаты совершенно незамеченным остался криминальный эпизод, который произошел в феврале 92-го года в московском ресторане «Фидан». Двое неизвестных мужчин славянской наружности, по версии следствия воры в законе Вячеслав Слива и Вячеслав Иваньков, в упор расстреляли двух турок и ранили третьего. После чего стрелявшие скрылись. Дело об убийстве в ресторане «Фидан» было возбуждено 29 февраля 1992 года. Спустя три месяца оно было приостановлено по причине неустановления лиц, совершивших преступление. Следствие возобновилось лишь через семь с половиной лет, в декабре 99-го. А 4 апреля 2000 года Вячеславу Иванькову предъявили обвинение в убийстве. Заочно. 31 января 2000 года в силу вступил договор о правовой помощи между Россией и США. Обвинение Иванькову предъявили через три месяца после подписания этого документа. Для возвращения на родину Япончику созданы все условия. Или почти все. Похоже, кому-то в Москве Вячеслав Иваньков вновь оказался очень нужен. Но зачем, стало ясно значительно позже. Пока же в 1993 году въехавший в США Япончик поселился в Бруклине, завел новые знакомства на Брайтон-Бич и вел себя по-эмигрантски тихо и мирно, ни от кого не скрываясь. Он жил себе в Нью-Йорке, потом они с военной комиссар, с его нынешней девушкой от невесты, купили кооператив на Брайтоне. Совершенно легально заполнили все бумаги, бумаг были сотни, я их все видел. Он, в общем, не скрывался, работал в фирме здесь. Или в двух. В общем, имел счета в банках, покупал машину на свое имя, совершенно не прятался. С подпольной жизнью ни дня не вел. Другое дело, что Вячеслав Кириллович является человеком порядочным, справедливым, который никогда не пройдет мимо какого-то нарушения в отношениях между людьми. Наверняка был для какой-то части населения без предела, как мы привыкли называть, своего рода заслоном. Говорят, что в кабинетах спецслужб существует оперативная справка, в которой якобы содержится информация о визите Вячеслава Иванькова на родину в 93-м году. Причина этого посещения, видимо, заключалась в том, что после отъезда Япончика криминальная война в Москве вспыхнула с новой силой. В столице были убиты преступный авторитет Сильвестр, воры в законе Бабон и Глобус. Во время бандитской разворки на улице Большая Якиманка в двух шагах от здания МВД погиб Амиран Квантришвили, брат ближайшего друга Иванькова Оттари. Существует версия, что Япончик был вынужден прилететь в Москву на воровскую сходку. Информация о том, что брат друга застрелен чеченцами, потрясла Иванькова. Москва оказалась на грани новой криминальной войны. Чтобы навести порядок в своей столичной вотчине, легендарный вор в законе пересек полмира. Более того, когда в начале 94-го у выхода из Краснопресненских бань был застрелен Атарик в Амиршвили, Япончика ждали на похороны. Десятки оперативников МВД следили за территорией Ваганьковского кладбища, но так и не заметили знакомого лица. Если Иваньков и был в Москве, он сумел и приехать, и покинуть Россию незаметно. И беспрепятственно дважды пересечь границу Соединенных Штатов. Агенты ФБР, видимо, этого не заметили. Это особенно странно, если учесть, что в 94-м году Америка переживала очередной этап мафиомании. В каждом русском здесь видели мафиози. В аэропорту, допустим, приезжает, проходит таможенный осмотр представителей России. Будь то всемирно известный спортсмен, ученый, великолепный артист, талантливый, великолепный бизнесмен. Все ассоциируется с организованной преступностью. Мафия. Что для меня было интересно и неожиданно, русские занимались практически всем, чем можно в криминальном мире. Это были организованные преступные группы, это было мошенничество, это были убийства, это была торговля наркотиками и так далее. И я вдруг увидел, что среди русских не только гуляют огромные деньги, но и уровень насилия необычайно высок. Первым крестным отцом русскоязычной криминальной группировки на Брайтон-Бич принято считать одесского эмигранта Евсея Агрона. Он называл себя вором в законе старой формации, хотя таковым не являлся. На него было совершено несколько покушений. Однажды пуля попала в шею и там застряла, после чего пол лица Агрона было парализовано. Когда он улыбался, собеседники холодели от ужаса. Евсея Агрон был убит в конце 75-го года на лестничной клетке собственного дома. И когда появился Агрон, с ним ушли на суд, и он вершил его. За ним укрепилась репутация крестного отца, действительно. Он был в меру жесток, в меру справедлив, кормил бедных, там давал маленьким детям карамелики, одновременно возил с собой штырь для забоя скота. Такова репутация. Буквально на следующий день после смерти Агрона на Брайтоне появился новый король. Еще один одессит Марат Балагула. Но в 86-м году его обвинили в махинации с кредитными карточками, и он сбежал на Багамы. На Брайтоне уже царил беспредел. С приездом Вячеслава Иванькова в 1992 году ситуация кардинально изменилась. Япончик беспрекословно был признан новым крестным отцом, который связывал Брайтон с далекой родиной. Я занимался своей работой, я занимался написанием своей книги. Я ни с кем здесь не общался. У меня очень узкий круг общения был. Очень узкий. Практически. Моя женщина с кем я живу, мой сын с своей семьей. Один-два человека и прочее. А все остальное это бред. А в Соединенных Штатах Америки он оказался как бы папой. И к нему ездили люди на консультации, на инструктажи. Ведь есть достаточно серьезная информация о том, что он не Ромин Гуд. Он собирался, он планировал организовать канал поставки сюда наркотиков. Очень серьезный канал наркотиков. Офисом и одновременно местом отдыха Иванькова стал ресторан «Пэрдайз». Сюда к Япончику приходили за помощью, за советом или же просто познакомиться. В роли третейского судьи ничего противозаконного нет. Поэтому все усилия ФБР найти хоть какой-то компромат на Иванькова рушились как карточный домик. Авторитет Япончика стал непререкаемым. Ему не нужно было что-то у кого-то отбирать. Никогда от этого тоже не отбирался. Были показания на процессе, что, скажем, получая 200 тысяч долгов, он там получил половину. Но он опять же мне сказал, что я ничего не просил. Если кому-то хотел оплатить мой сотовый телефон, сколько угодно. Прокат машины, сколько угодно, что я буду. Отказываться, человека обидеть, нехорошо. Середина 90-х в России время финансовых пирамид и банков однодневных. История банка Чара до боли похожа на десятки финансовых афер сродни МММ. Пока обманутые вкладчики плавно перетекали из одних очередей в другие, их деньги переводились за границу, в зарубежные банки. Миллионы долларов шли в американские финансовые институты чуть ли не ежедневно. Туда же, в США, убегали обанкротившиеся банкиры. В их числе были и граждане России Волков и Волошин. Приехав в Нью-Йорк и открыв фирму Summit International, они растворились где-то на Манхептоне вместе с 4 миллионами долларов банка Чара. Первым о прибывших гастролерах узнал Вячеслав Иваньков. Сотрудник Чары Рустем Садыков попросил Япончика помочь вернуть украденные деньги. Деньги Чары, Волков и Волошин, с ними, они работали под патронажем одного высокопоставленного чиновника МВД. Фамилию я пока не выяснил. Ну, выяснил. Они эти деньги никуда, они, говорят, в казино проиграли, пропили. Из двух банков они деньги взяли. Почти 7 миллионов, что-то вернули. Но 5 миллионов-то в общей сложности ушло. Вячеслав Иваньков заинтересовался этой суммой. Впоследствии на суде один из бывших товарищей Япончика сказал, что Иваньков эти деньги никому возвращать не собирался. На присяжных такие показания произвели должное впечатление и оказались решающими при вынесении приговора. Возвонил по телефону, господа, вам придется рассчитаться. Вот фраза была, которую американская Фемида, как они описали в приговоре, что звонок такого авторитетного вора, это как вымогательство рэкет. А рэкет для американцев это больше, чем убийство. Мы надеялись набрать достаточно доказательств, чтобы Иваньков получил пожизненное заключение. К сожалению, нам пришлось свернуть расследование и арестовать Иванькова раньше, чем мы планировали. Вячеслав Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в Бруклине. При обыске в квартире изъяты 70 тысяч долларов наличными, документы на автомобиль Lexus и счет в банке, где лежал, и счет 95 тысяч долларов. На суде всплыло все уголовное прошлое Иванькова. Несмотря на усилия известнейших в США адвокатов Барри Слотника и Майка Шапира. Криминальная слава Япончика обернулась против него. Вот они пишут, врут. Я в четырех стенах. Они что угодно лгут и лгут. Но статуи свободы я не пытался изнасиловать. Слона в национальном парке у них я тоже не пытался изнасиловать. Ну, ну, американцев я похитить не намеревался. Ну, что я могу сказать? В 1941 году Перл-Харбор с японцами я не бомбил. Меня с детства просто зовут так. Как принято в России всех. У нас в школе еще всех называли. Почитайте Гилеровского, почитайте других. В России так принято. 12 присяжных суда штата Нью-Йорк приговорили Вячеслава Иванькова к 9 годам и 7 месяцам тюремного заключения за вымогательство и фиктивный брак. Бывшая аккомпаниаторша певца Вилли Токарева, гражданка США Ирина Олла, дала показания против Япончика, подтвердив, что была его женой формально. После суда Олла автоматически попала под действие программы защиты свидетелей. Я с тех пор не разговаривал с Ириной Оллой, она куда-то исчезла. Ее нет нигде. Я ее искал для работы, здесь была отличная работа для нее. Она прекрасный музыкант, она просто не тоже прекрасная, а гениальный музыкант. С ней было так легко работать, она одареннейший человек. И вот она исчезла, она пропала, потому что, как сказали потом, ее оберегают власти и предлагали пластическую операцию. Когда металлические двери манхэттенской тюрьмы МСС захлопнулись за Иваньковым, в Москве в здании МВД вздохнули с большим облегчением. Спецслужбы СССР, а затем и России, долгое время не могли посадить Япончика. Возможно, российским правоохранительным органам очень хотелось избавиться от Иванькова. И поэтому ему спокойно дали улететь в Америку. Когда Вячеслав Иваньков был нужен нашим спецслужбам, его использовали со стороны, наблюдая за очередным криминальным переделом. А затем списали Япончика в архив. Летом 2004 года истек срок заключения Вячеслава Иванькова в Америке. С этого момента Япончик сам мог решать свою судьбу. Вернуться в Россию, либо найти третью страну, которая согласилась бы его принять. Мои близкие, которых я много знал, много времени знал еще в то время, когда они жили в России, они говорят, Вячеслав, а что возвращаться? Ну, столько ты отмучился там и прочее. Что у тебя там? У него был выбор. Он бесконечно долго мог оставаться в Америке. То есть, если он не пожелал бы, его не вправе были бы доставлять. Иваньков знал о заочном обвинении в убийстве двух турок в ресторане «Фидан», предъявленном ему четыре года назад. Знал о том, что в Москве его сразу отправят в тюрьму. Но единственный свидетель обвинения по тому давнему делу жил в Турции и пока не изъявлял желание приехать в Россию. И потому япончик был спокоен. Тот срок, который он сделал в Соединенных Штатах Америки, 10 лет, он вполне может поглотить тот срок, который могут дать за те убийства, которые им инкриминируют в России. И по существу его вынуждены будут отпустить. А то, что его пытаются до сих пор прессовать, я думаю, что это лишняя попытка показать борьбу с преступностью. А это не есть правильно. Если он и боится чего-то, он боится, как бы на него не нашелся какой-нибудь соляник. Это он может бояться. Правоохранительных органов при той ситуации, которая у нас сейчас существует, он вряд ли боится. Утром 14 июля 2004 года спецрейсом из Нью-Йорка под охраной Иваньков был доставлен в Москву. В течение всего полета он мирно переговаривался с немногими пассажирами необычного рейса. Бронированный микроавтобус и целый отряд спецназа терпеливо ждали утрапа. Худого и невысокого 64-летнего человека мгновенно окружили несколько спецназовцев в камуфляже с автоматами. Наручники с заключенного Иванькова не снимали ни на секунду. Бронированный форт тронулся с места и двинулся в сторону СИЗО «Матрусская тишина». Ну, это, можно сказать, ВИПовский следственный изолятор. Там же содержатся и Федорковский, и другие известные нам фигуранты. Причина возвращения Иванькова уже не являлась загадкой. Вероятно, проведя треть своей жизни в тюрьмах, на свободу он хотел выйти именно здесь, в России, и надеялся, что его оправдают. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево, и тем более назад. 15 июля прокуратура Москвы предъявила Иванькову обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». А через 9 месяцев, 19 апреля 2005 года, дело было передано в Мосгорсуд. Всем было понятно, и даже вот я разговаривала там, ну, со следователями еще оставались опытные, там, честные, там, следователи, которые говорили, что у нас дело выше крыши, и заниматься там делом Япончика столетней давности совершенно никому не надо. Он уже отсидел себе в Америке, и куда хочет, пусть приезжает там, да, если захочет приезжать в Россию. Да зачем заниматься делом совершенно бесперспективным? В июле того же года Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу Иванькова на основе вердикта коллегии присяжных. Ни один свидетель обвинения не смог с уверенностью опознать в Иванькове человека, расстрелявшего турок в московском ресторане 13 лет назад. Присяжные признали его невиновным в убийстве. После оглашения вердикта Иваньков был выпущен из-под стражи в зале суда. Я вернулся к себе на отчизну, и для меня это, ну, великий праздник, великие события. Я верну всех вас, для меня это тоже праздник, потому что вы мои соотечественники, вы сыны и дочери русского народа. Говорят, что вскоре после освобождения Япончик уехал из России. Возможно, он уже не хотел оставаться лидером преступного мира. Возможно, мечтал о покое и умиротворении. Ему было 64 года. Но для такого человека, как Япончик, с его авторитетом и связями, это возраст расцвета, а не пенсии. Воры в законе на пенсию не уходят. Понятия уйти на пенсию такого нет. Существует понятие завязать. Завязать вору в законе все равно, что подписать себе смертный приговор. Это по всем воровским канонам, если я не ошибаюсь. По данным спецслужб, Иваньков, находясь за границей, продолжал играть роль третейского судьи в криминальных сообществах России. К нему обращались, когда дело не могло решиться без его авторитетного участия. Дело-то в чем, что большинство преступных авторитетов современности, они не признают воровских законов. Они не признают общаковых законов. Они от них оказываются. Потому что они создали уже свои большие империи. Летом 2009 года появилась информация, что Иваньков вернулся в Москву инкогнито, но встречался с друзьями и знакомыми. Как он мог инкогнито находиться? Если он здесь был, его освободили, его оправдали. У него есть квартира, у него есть дача, загородный дом, у него есть семья. Он уже спокойно жил в Москве. Чем он занимался, сказать дословно сложно. Но я, например, знаю, что он спокойно ходил по ресторанам, как бы его видели. Он был на юбилее одного вполне медийного лица, где собиралось человек 700 разного плана. С одной стороны, член правительства, а с другой стороны, криминальные авторитеты. Но большинство экспертов уверены, что после освобождения япончик жил за границей. Тогда что же могло послужить поводом для его приезда в столицу? Он прибыл сюда, очевидно, из-за рубежа. Он здесь долго не был. Для того, чтобы осуществить какое-то, скажем так, в кавычках, правосудие. Выражаясь их языком, осуществить разборку. И вот тут он кому-то не угодил, не то решение принял. По одной из версий, Иваньков прибыл в Москву для урегулирования спора, возникшего между двумя влиятельными столичными криминальными группировками, контролировавшими игорный бизнес Москвы. Вероятно, споры между криминальными авторитетами возникли после того, как 1 июля правительство Москвы закрыло все столичные казино. Предполагается, что Вячеслав Иваньков провел ряд встреч с лицами, которые контролировали игорный бизнес в столице. И одна из группировок решила его устранить после неудачных переговоров. По другой версии, Япончик прибыл в Москву, чтобы урегулировать конфликт между двумя группировками воров в законе, возглавляемыми Асланом Усаяном, в криминальных кругах дедом Хасаном и Тариелом Анянием. Есть мнение, что спор между криминальными лидерами возник в результате распределения сфер влияния и финансовых интересов по вопросу проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. По слухам, в этом споре Япончик принял сторону Аслана Усаяна, чем разозлил Аняни. Его и считают возможным заказчиком покушения на Иванькова. Дед Хасан ближе к Япончику, он с ним в хороших отношениях и так далее. Он может быть на его стороне. Но я считаю, что здесь более глобальный конфликт, потому что здесь, если Усаяна и Аняни разбираются, это одно дело. А другой вопрос, когда, скажем так, крыло славянское и крыло кавказское воюют. Иваньков был всегда как бы приверженцем именно славянского крыла преступности и боролся с кавказцами. Это не значит, что если он воюет с кавказцами, что он не может дружить с дедом Хасаном, он же Аслан Усаян. Все равно это все ближе к Кавказу, чем там и горный бизнес. А между тем представители криминального мира вынесли свой приговор по делу о покушении на вора в законе по кличке Япончик. Поговаривают, что вскоре после покушения в матросскую тишину пришло письмо, подписанное 36 криминальными авторитетами, в котором фактически содержится призыв к устранению законника Терриэла Аняни по кличке Таро. Такого рода послание на самом деле было. На гаргоне они называются малявами либо прогонами. Что касается названного фамилии, я не могу сказать он или не он. Я могу сказать абсолютно достоверно, что уголовная профессиональная среда находит очень быстро и доказательства предъявляет быстрее и объективнее, чем правоохранительные органы. В этом я нисколько не сомневаюсь. 9 октября 2009 года, через два месяца после покушения, Вячеслав Иваньков скончался. Ему было 69 лет. Это случилось ранним утром в одной из частных клиник Москвы при онкологическом центре. Причина смерти гнойный перитонит, воспаление легких и несколько прободений тонкого кишечника. 13 октября 2009 года криминальный мир проводил в последний путь авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Это событие приняло поистине грандиозный размах. Похороны прошлись небывалыми почестями. Все это время правоохранительные органы работали в усиленном режиме. На знаменитое Ваганьковское кладбище съехались криминальные авторитеты со всех регионов страны. Сотни соратников пришли проститься с королем преступного мира. Гроб с телом Иванькова в храм на территории кладбища привезли накануне вечером. И всю ночь священнослужители отмаливали грехи усопшего. К его могиле несли огромные венки и цветы, ценуя в несколько сот тысяч долларов. Вместе с тем, что он не был виноват. Хоронили Япончика под российским триколором в роскошном дубовом гробу, внутри которого установили свет и кондиционер. По слухам, вся эта атрибутика похорон обошлась примерно в миллион долларов. Япончику отдавали почести как патриарху старого воровского мира. Дело в том, что положение Иванькова в преступном мире было достаточно высокое. Он был вором в законе, воспитанным на старых традициях воровских. И пользовался огромным авторитетом в уголовном среде. Да что греха таить и у некоторых политиков и государственных деятелей тоже. После смерти Иванькова началось активное обсуждение возможности начала войн между криминальными кланами за передел сфер влияния. Люди слишком хорошо помнят бандитский беспредел в середине 90-х годов прошлого столетия. Многие ожидают бойню воров, перестрелки типа 90-х годов. Я хочу сказать, что этого не будет. Во-первых, потому что все поделено. Во-вторых, все поумнели. И в условиях кризиса воры в законе не будут будоражить общество, не будут будоражить милицию. И в-третьих, правоохранительная система тоже готова к этому. Поэтому никому это не выгодно и это не будет. Все будет спокойно. Незаурядный криминальный талант Вячеслава Иванькова был порождением советской правоохранительной системы, которая всегда играла с ним по своим правилам. Фантастическую популярность и авторитет в уголовной среде япончик завоевал благодаря советской же тюремной системе, где начальники колоний выстраивали нужную им иерархию среди заключенных. Высокий уголовный статус дал Иванькову власть в годы перестройки, когда преступные капиталы были легализованы. А затем само время помогло япончику войти в международные криминальные круги. Это уже были не сходки за рубежом. Это были саммиты, презентации, аудиенции. Иваньков всему научился сам. А истории и легенды о нем стали частью криминальной летописи страны. С уходом япончика канула в лето и целая эпоха. Эпоха власти криминальных авторитетов, которые существовали и действовали, пусть и по особым, придуманным ими самими, но все же законам. Продолжение следует...